Этот доклад будет менее техническим, но от этого не менее интересным, по крайней мере, я на это надеюсь. 175 миллионов пользователей. Почти каждую секунду новый пользователь регистрируется и при этом каждую минуту публикуются сотни веб-сайтов. Все это VIX. И все это мы тестируем на продакшене, как мануальное, так и автоматизированное тестирование. Никакого staging environment, никакого pre-prod environment, dev environment и тому подобное. Вот как это достигается, как в этой ситуации живется автоматизация, мы поговорим сегодня. Окей. Давайте дальше. Меня зовут Дима. Я работаю в тестировании уже с 2010 года. В VIX где-то немного больше двух лет. Занимаюсь на текущий момент позицию тим-лидера в команде разработки и тестирования автоматизации. Одного из проектов самого VIX. Это который занимается редактором. Вот давайте посмотрим дальше, что мы будем сегодня рассказывать. А сначала мы посмотрим, как вообще достигается тестирование в продакшене, что под этим обычно понимают. Потом посмотрим, какие непосредственно практики, подходы мы используем в VIX. После чего поговорим немного, что из этого можно извлечь, что нужно учитывать и, конечно же, вопросы. Относительно вопросов. Если у вас во время доклада будут какие-то уточняющие небольшие вопросы, поднимайте руку. Я буду стараться на них сразу же отвечать, чтобы не оттягивать. Давайте сразу такой небольшой вопрос. Сначала к вам. Кто вообще тестирует на продакшене? Допустим, Санти. После того, как новая версия. А кто полностью тестирует на продакшене? О, ну, немного меньше. Давайте этот доклад. Те, кто тестирует на продакшене, может что-то извлекут. Те, кто не тестирует, могут тоже извлечь, как минимум, часть из этих практик, так как они довольно универсальны могут быть. В наши дни, наверное, одно из основных изменений в разработке программного обеспечения это частота выкатки новых версий. То есть тут все, наверное, вы согласитесь, что это плюс бизнесу, плюс клиентам, так как бизнес получает быстрый фидбэк от клиентов, клиенты получают быструю, быструю новую функциональность и, соответственно, если это новый продукт, соответственно, тогда получается намного быстрая выкатка новой версии. Но чтобы этого достичь, надо полностью совместная работа всех команд. Это и разработки, и тестирование, и автоматизация, и продакта, и каких-то даже команд инфраструктур. И как это достигается, мы сейчас и поговорим. Может, все-таки будет работать? Да. О, попробуем дальше. Наверное, первый и основной вид, который часто всегда все упоминают, это blue-green deployment. Либо же иногда могут red-black, кому какие цвета нравятся. В чем основная идея? Что у нас есть два таковых environment. Пускай один для клиентов, blue, для разработчиков и тестировщиков, продуктов, это будет green на какой-то момент. Идет разработка, тестировщики тестируют, разработчики что-то выливают, но в какой-то момент решается, что давайте выкатим нашу функциональность. И в этот момент просто переключается роутинг с зеленого на синий. И разработчики, и тестировщики теперь уже продолжают работу с зеленым environment. А клиенты работают с синим. Это, наверное, один из самых простых в плане подходов для того, чтобы можно было деплоить, но накладный в плане средств, особенно если у вас большая инфраструктура. Следующий – это stage rollout. Немножко усовершенствованный частично версия предыдущего. Это когда мы выкатываем наши изменения на каких-то подопытных. К примеру, на 10% пользователей. Вот они мне не нравятся, я рандомно как-то выбираю, и вот ты получишь мою новую функциональность. Или нет. Как повезет. Кстати, такой подход, stage rollout, используется в Google Play, допустим, для когда они выкатывают какие-то новые обновления для приложений. То есть все приложения по умолчанию используют stage rollout. Следующий – это can redeployment. Это уже прокачанный такой stage rollout. Почему прокачанный? Так как мы явно задаем, на кого мы хотим выкатить. То есть если там все-таки рандомно прикидываем, какие мы хотим пользователям доставить, тут мы говорим только пользователям с Украины, только пользователям, которые используют Safari, только, допустим, каким-то пользователям, которые слишком жаловались на мою функциональность в предыдущий раз. Обязательное условие этих двух подходов – это мониторинг. Если не будет мониторинга, мы не сможем знать, когда нам стоит увеличить процент. То есть если мы открыли на 10%, окей, как мы узнаем, что мы можем открыть на 15%, на 20%. То есть мониторинг обязательный. И следующий – AB deployment, AB тестирование иногда могут называть, или feature flag, feature tagline, названий много, но это, в принципе, тот вид, который мы используем в Excel. В чем его основная разница между предыдущими? То, что функциональность, да, может выкатываться всем пользователям, но не все пользователи получают доступ к этой функциональности. Что под этим имеется в виду? К примеру, у нас есть кнопка login, она синего цвета, но почему-то она не очень популярна. И решается, что давайте сделаем кнопку зеленого цвета. Может это лучше, может хуже. Как мы узнаем? Нужно проверить, то есть нужно проэкспериментировать. И в зависимости от того, какой результат выиграет, то есть синяя либо зеленая кнопка, мы решаем, что отлично, мы оставляем какую-то конкретную версию кнопки. Такой подход позволяет нам точно гарантировать, что мы не ухудшим опыт наших пользователей. То есть если им это хорошо, значит хорошо. Если им плохо, тогда возможно то, что мы придумали, не обязательно действительно так. Что еще это позволяет? Каждый такой эксперимент обворачивается feature flag, так называемым. И если случайно, ну или не совсем случайно, он неудачный, мы можем сразу же его выключить. То есть используя систему экспериментов, можно сразу моментально отключить какую-то функциональность пользователя. Это позволяет избежать какого-то rollback вашего артефакта, либо же hotfix быстрого, потому что вы там какую-то багу пропустили. Но давайте посмотрим какой-то пример. Все знают Netflix? Я думаю, да. И у них несколько лет назад, какое-то время, был такой эксперимент, что на основе фидбэка у пользователей они решили, давайте сделаем новую функциональность, чтобы пользователи попробовали продукт перед тем, как зарегистрироваться. Причина довольно проста. Я знаю, что я покупаю. Я знаю, что я регистрируюсь. Я знаю, на что я подписываюсь. И, соответственно, удержать таких пользователей будет проще. Идея, в принципе, действительно хорошая. Соответственно, взялись за имплементацию. И у меня вот такой вопрос к вам. Как вы думаете, на сколько процентов вот эта вот гипотеза повысила конверсию новых пользователей? Идеи. Кто больше? Еще? Отлично. Еще варианты? В принципе, тот, кто был с минусом, оказался полностью прав. Эксперимент переделывался пять раз, и он так и не взлетел. В UX, кстати, был абсолютно похожий эксперимент. То есть мы тоже давали доступ к созданию сайта незарегистрированным пользователем, и он тоже не взлетел. То есть кто это говорит? Это говорит о том, что даже если на первый взгляд идея кажется супер, то есть сто процентов взлетит, это не означает, что это будет польза для вашего продукта. Поэтому ЭБИ-тестирование, подход к разработке и помогает как раз-то это выявить. Ну, что это все дает нам, как автоматизаторам, тестировщикам? Как нам вот жить с этими знаниями, с этим как-то на продакшен, ЭБИ-тестирование, какой-то blue-green deployment. Что это для нас? Могу сказать, что с практики своей, когда я первый раз пришел в UX, было немного страшно, как это тестировать все на продакшене. А если я сильно нагружу систему? А если я так хорошо протестирую, что она просто ляжет? Но в принципе могу сказать, что если правильно к этому подходить, не все так страшно. И можно даже иногда жить и работать. И спать по ночам. Основная причина, почему решается, что есть staging environment, прод environment, это риски. То есть у каждой команды, компании могут быть свои риски. Это могут быть риски с безопасностью, с потерей данных, тогда даже с той же стабильностью, нагрузкой. Я думаю, не найдется такого тестировщика, который скажет, что им всегда на staging выливали хороший build. Либо же preprode environment всегда работает после вашего хорошего тестирования. Соответственно, такие огрешности недоспустимы на продакшене, если только один environment. Но их можно избежать, если правильно подходить к самому environment. Также, что нам дается непосредственно тестирование на продакшене? Мы явно видим то, с чем будут работать пользователи. Это именно то, что они будут. То есть не будет какой-то staging environment, какого-то других серверов, серверов в других каких-то зонах. Не будет какого-то другого environment, другой скорости. Да, это в то же время, что если сильно хорошо тестируем, мы можем повредить какую-то, изменить нагрузку, как пользователь взаимодействует. Если мы запустим неплановое, непродуманное нагрузочное тестирование. С другой стороны, мы получаем данные, которые будут видеть пользователи, их эксперименты. Но с другой стороны, есть минус. Да, мы эти данные всегда должны эмулировать. Ну и, конечно же, плюс. Но это экономить хорошие деньги, если у вас очень сложная инфраструктура, как в Xe. Сдуплировать абсолютно аналогичный staging environment и prod environment реально сложно. Поэтому всегда есть плюсы и минусы, и с ними надо мириться, их надо обходить, их надо всегда учитывать. Итого, перейдем непосредственно к нашим автоматизациям. Там Даша говорила, что я немного расскажу про G-Unit 4. Я немного действительно расскажу. Это небольшой технический стек одного из фреймворков для тестирования, функционального тестирования. Он основан на Java 8. Ну, исторически, да, сложилась 8 плюс фреймворк далеко не новый. На Java 8 написаны все тесты и сам фреймворк в большей части, но также там есть скала для, в основном, для API и взаимодействия с разными сервисами. Bazel как сборщик. Мы используем не Mowen Bazel. Мы где-то, наверное, год назад перешли полностью на Bazel. Причина, так как в Wix, по всему Wix у нас сотни микросервисов разных, очень много разных зависимостей. Соответственно, перебилдживать каждый раз довольно накладно, если где-то какое-то изменение сделать. Bazel позволяет эти изменения указывать, допустим, что это пакет на уровне какой-то папки, а не всего пэккеджа. Плюс второй это то, что там есть так называемый social mode, который позволяет разбилдить где-то и это сбилджено использовать на любой CI либо же даже локально. И G-Unit 4 это причина, почему мы не можем… Bazel причина, почему у нас G-Unit 4. На текущий момент он не совсем хорошо работает с пятым. Вот все в принципе кратко. Selenium. Ну, веб-разработка без Selenium довольно сложна была, особенно когда это начиналось. Сейчас уже, конечно, очень много есть JS фреймворков, замены. Но в принципе Selenium. Почему не какой-то там Selenoid или еще что-то, если сразу же предотвращаю вопрос, потому что тогда их в принципе еще не было. Поэтому строился в раппер своими силами на основе Selenium. И в принципе TeamCity и Google Cloud. TeamCity это основа как раннер для наших тестов либо для сборки Google Cloud, потому что мы используем Bazel. В принципе, наверное, больше исторически сложилось. У нас используется в наших проектах, скажем так, не только функциональных тестов, но и для разработчиков. Они тоже используются и G-Unit для Arana. Допустим, backend разработчик. И чтобы не плодить за парк разных технологий, соответственно, тоже G-Unit. И давайте пойдем к экспериментам непосредственно. Как мы с ними дружим и дружим ли мы вообще. Давайте представим такую ситуацию. Я, как какой-то ответственный тестировщик, решил написать тест на форму регистрации. Соответственно, отлично написал, работает, проходит. Но потом выходит GDPR, очень такой интересный закон. И надо добавить парочку галочек, что, возможно, эти данные могут обрабатываться, либо же просто какое-то уведомление. Соответственно, так как мы работаем в VX по принципу экспериментов, эта галочка, ее нужно протестировать, ее нужно проверить. И, соответственно, я снова как тестировщик пишу отдельный тест, допустим, для того, чтобы проверить все поля и то, что эта галочка заполняется, и я могу снова зарегистрироваться. То есть у меня выходит ситуация с два разных теста для разных функциональностей. И для того, чтобы как-то указывать, контролировать, когда какой тест запускать, мы и используем аннотации на уровне класса, либо же на уровне метода, чтобы указать, когда какой тест мы хотим запустить в зависимости от включенного эксперимента либо же выключенного эксперимента. Этот механизм используется, если у нас множество разных экспериментов, либо же один. То есть тут разницы никакой нет. Предварительно мы выходит, опрашиваем нашу систему контроля эксперимента. Пожалуйста, предоставь мне работающие сейчас эксперименты. И на основе этого мы говорим, окей, запускай этот тест, либо же не запускай его. Иногда на некоторых проектах у нас могут быть одновременно десятки экспериментов. И так как эксперименты всегда включаются и выключаются довольно динамично, было на этих проектах принято решение, что автоматизированные тесты всегда должны запускаться со всеми доступными экспериментами, но пользователями. Не вообще всеми доступными, но те, которые открыты хоть как-то для какого-то процента наших пользователей. Соответственно, это хоть как-то гарантирует то, что наши все automation пользователи получат одинаковый набор экспериментов. А не будет так, что два пользователя получили этот эксперимент, а три пользователя этот эксперимент не получили. То есть вот этот небольшой такой хак позволяет хоть как-то стабилизировать некоторые результаты. Но не всегда нужно писать отдельный тест. Иногда вам может быть достаточно просто какой-то кнопочки под экспериментом. И, соответственно, в таких случаях можно просто изменить в драйвере, что да, если эксперимент доступен, возвращай нам такой-то селектор либо же такой-то элемент. Если недоступен, возвращай такой. Это, в принципе, два почти одинаковых метода, но второй, наверное, больше для любителей функционального программирования. Поэтому так, у каждого свои вкусы. Следующий BI. Что такое BI? Это, в принципе, какие-то ивенты, которые мы отправляем в X на какое-то действие. То есть мы знаем, что пользователь клацнул на эту кнопку, допустим, выбрал какую-то эту категорию, эту секцию, эту кнопочку, форму. И вот эти ивенты, соответственно, постоянно отсылаются. Также эти ивенты отсылаются, если что-то идет не так. И если мы как ручной тестировщик протестируем функциональность, и функциональность не совсем рабочая, я думаю, все сталкиваются иногда с нерабочей функциональностью после DevReady, соответственно, один какой-то фейл не особо сделает погоды в какой-то мониторинговой системе. Но если вы запустите все ваши тесты, которых там может быть сотни, тысячи, и не все будут отсылать какой-то один фейл, после пары разговоров с командой инфраструктуры, либо же разработчиками, которые получают эти алерты, а если это еще ночной билд, я думаю, вы поймете, что нужно что-то делать. Соответственно, мы тоже так поняли после какого-то времени. И у нас есть два подхода, как мы это решаем. Первый мы, снова-таки, эксперимент. То есть мы говорим при запуске наших тестов, пожалуйста, не отсылай BI-евенты в системы. Второй подход, который тоже используется в наших тулзах, в наших системах для сбора статистики, мониторинга, мы исключаем всех automation пользователей и Wix пользователей с базового сбора ивентов, ошибок, что просто не вредит. Так как мы первые всегда получаем, не всегда иногда рабочий функционал, соответственно, чтобы всегда видеть реальную картину на продакшене, эти алерты обычно просто игнорируются. И тогда можно спокойно хотя бы спать, уверены, что ваши эксперименты как минимум не разбудят кого-то среди ночи. Но ждать эксперимент, когда он будет открыт пользователям, ну, это не совсем хорошая идея. Точно так же, как ждать, когда какая-то версия будет задеплоена. Так как тестировщик все-таки должен проверить немножко раньше это. Соответственно, всегда должна быть возможность запустить ваше приложение с каким-то набором параметров. Это может быть любой. То есть это может быть в руле, это может быть кука, какое-то изменение в базе данных. Все зависит от конкретно вашего приложения, но такая возможность должна быть. иначе вы будете просто уже тестировать всегда на продакшене, и иногда пользователь будет находить раньше вас, чем вы. Соответственно, всегда надо реализовать какой-то configuration manager, который просто поможет засетить вам эти значения. Будь то cookie, url, запрос, API запрос в какую-то систему, не важно. Но это должно быть. Флэки-тесты. Да, вы не ослышались. Они у нас есть. Я думаю, у кого их нет, поднимите руку. О, отлично. Значит, мы не одни в этом мире. К сожалению, да, у нас есть. И, ну, да, мы научились с ними жить. Мы используем два подхода для этих тестов. Кто может назвать один из них? Я думаю, вы уверены. Окей, rerun, там skip были. Да, у нас действительно есть rerun. Да, мы этим грешим, но в принципе они выполняют свою функцию. Они гарантируют того, что функциональность работает. Но если, я понимаю, что вы скажете, что да, она может работать сейчас, потому что-то немного не догружаться. И такие тесты, а-ля моргающие называется. И такие тесты мы отслеживаем тегированием. Что это означает? Это означает, что каждый наш тест имеет какой-то статус. Подробно вообще про статусы вы можете посмотреть на презентации Роя Шкенази населением кемпе в 2017 году. Но если кратко, идея состоит в следующем. Роя Шкенази население кемпе в 2017 году. Самые хрупкие тесты… Это… Да. Она есть. Такая фича есть. Тут больше имеется в виду rerun. Есть, да, несколько раз зафейленный тест. И есть же в конце света тоже, в принципе. Rerun какой только хочешь. Но когда rerun не помогает иногда, есть тегирование тестов, и мы начинаем тесты тегировать с их создания. То есть самые хрупкие тесты – это новые тесты. Мы их не знаем, как они проходят. Мы не знаем, действительно они нестабильно проходят. Поэтому мы их всегда помечаем как бета-тесты. То есть они не доказали свою профпригодность. И, соответственно, эти тесты исключаются по умолчанию с всех регрессионных планов и фич-планов, которые мы запускаем на проверку функциональности. Потом ночью запускаются планы, которые прогоняют энное количество раз эти тесты конкретно и смотрят, как они проходят. Если частота прохода удовлетворяет нашим критериям, мы такой тест помечаем как стабильный. Если же он не проходит в течение какого-то времени, мы такой тест помечаем как fail-beta и создаем jira-тикет на того, кто написал этот тест с просьбой поправить этот тест. После того, как он поправит, да, этот тест можно вернуть назад на предварительно очередную проверку. Давай. Смотри, флейки — это когда раз, допустим, раз прошел, раз не прошел на одних и тех же условиях. Если это баг, он будет, допустим, постоянно падать. Это самая простая проверка. Да, не факт. Не буду спорить. Всегда могут быть нюансы. Но в большинстве случаев это действительно помогает. Относительно stable, конечно же, вы написали стабильный, суперстабильный тест, но через n количество релизов он стал не очень стабильным. Соответственно, снова-таки отслеживаются такие состояния этих тестов. И все эти состояния мы можем просмотреть в отдельной написанной системе, которая, скажем так, написана внутри нас для наших нужд, чтобы смотреть, какой тест когда прошел, какое у него состояние, какие последние раны. Соответственно, вот этот вот подход с состояниями тестов позволяет немножко компенсировать рераны. То есть, чтобы быть хотя бы уверенным, что мы как-то флейки тесты отсеиваем и хотя бы иногда фиксим. Хороший вопрос. Время, деньги, конечно же, это деньги. Но что тут можно задуматься? Первое. Всегда все жалуются, что автоматизация, особенно проход тестов UI-ных, это долго. Ну да, это действительно долго. Тут никто не поспорит. Но его всегда можно как-то сэкономить. На разных вещах. Вот какие вы можете придумать вещи, как можно сэкономить? На чем можно сэкономить? Отлично. Еще лучше. Вот это мне самым больше нравится. Окей. Но деньги от этого у нас не уменьшатся. Не увеличится. Время, да. Ну, мы тогда сделаем потоков несколько, которые придется платить не за один поток, а за два потока. Ну, тут такое. У нас мы используем, в принципе, частично несколько. Первый, который явно напрашивается. Авторизация. Особенно в нашей системе. То есть многие, честно говоря, я видел несколько раз в разных компаниях, авторизацию всегда делали через UI. Ну да, можно всегда просто засетить куки. Если вам для этого надо открыть страничку, окей, откройте пустую какую-то страничку в вашем приложении, специально созданную для автоматизации, возможно, чтобы засетить там необходимую вам информацию. Она просто быстрее загрузится. Да, это, конечно же, упоминали о каких-то данных. У нас это данные, это наши веб-сайты, либо же наши пользователи. То есть мы создаем отдельные темплейты сайтов, отдельно, уже с набросанными функциональностями, с набросанными приложениями для того, чтобы просто их открыть и проверить на какой-то новой версии. Чтобы не надо было постоянно это добавлять, тратить на это время. Также, соответственно, и с пользователями. У нас разные пользователи могут быть, с разными конфигурациями, с разными настройками на разные системы, ну и также с разными правами. Соответственно, чтобы снова-таки сэкономить время, в большинстве тестов можно использовать уже этих заранее созданных пользователей. Никуда не девается API. Если вы тестируете какой-то UI, и вам надо что-то для precondition, вы, конечно же, можете сделать какой-то API call, если вы это непосредственно не тестируете. Допустим, продукт создать для того, чтобы добавить, проверить флоу в шоппинг-карте. Либо же создать какой-то сайт и потом открыть его на мобильных устройствах. Тоже можно. То есть таким образом вы не только увеличиваете стабильность тестов, но и уменьшаете время. Достигать это может быть абсолютно разными методами, так как куки, база данных, темплейты сайтов, обычный какой-то самый банальный накатка сайта, накатка того environment, которым вы тестируете. Все это может немного облегчить и ускорить выполнение ваших тестов. Да. Окей. Последний пункт. Отлично. Смотри. Так как мы используем один, в принципе, у нас один такой громадный монстр, фреймворк, он Даша может подтвердить, она немножко рассказала о его проблемах. И, соответственно, API у нас есть доступен в наших функциональных тестах. Мы можем их вызывать. Но вызывать напрямую, делать запросы, ну, не всегда хорошая идея, я думаю, ты согласишься. Тем более Даша рассказала про враперы. И, соответственно, очень неплохо, когда эти враперы предоставляются закрыты каким-то фасадом, допустим, чтобы ты не обращался непосредственно к тому функциональности. Если он изменится, ты в тестах просто в своих функциональных ничего не будешь менять. Да, мистер Пропор. Отличный тест. Отличный сайтинг. Всегда нужно думать о том, как почистить сайтинг. Или почистить какие-то данные. У кого-то хорошо, когда это stage environment. Просто его убили, удалили, ну и создали новый. Но когда это prod environment, удалить, ну, нам никто не разрешит. Соответственно, нужно всегда задумываться о том, как их подчищать. Подчищать то, что ты создал. То есть пользователь, если надо. Но у нас это в основном сайты. И тут состоит вопрос, как их можно подчищать. Подчищать можно двумя, минимум у нас, подходами. Первый – это когда проходит тест. Окей, тест прошел. Соответственно, сайт не нужен. Мы его сразу же удаляем. Второй подход, да, мы можем подчищать по расписанию с определенной отдельной тулзой, которая будет ходить только по automation пользователя и будет говорить, что окей, пожалуйста, удали эти сайты, так как они уже не нужны. Смотря что, какой используется, какой не используется. Изначально, честно говоря, у нас был только вот этот подход, который работал единожды ночью, но тесты росли, нагрузка при очистке тоже росла, алерты появлялись. И снова таким пару приятных бесед с командой инфраструктуры убедили о добавлении нового подхода по очистке сайтов после завершения теста и изменении самого сервиса, чтобы он запускался не еженочно, а не раз, там где-то в 12 или в 2 ночи, а каждые 3 часа, чтобы уменьшить нагрузку на саму инфраструктуру. И, в принципе, удаление – это хорошо, но переиспользование того, что можно, это еще лучше. Вот на этой картинке, это я с Дашей, наверное, кто из них кто, я не знаю, но да, это привезет такой разговор был, когда мы думали, как можно переиспользовать наш сайт. И мы решили, что да, мы можем переиспользовать сайты иногда, если они не были изменены. У нас есть в VXE снова-таки функциональность, когда мы можем запретить сохранять. Мы можем работать с сайтом, но запрещаем изменять ревизию сайта. Соответственно, если мы заново перезагрузим эту страничку, она будет такая же, как и ранее созданная. Да, это не чистый фреймворк, это надо совместно с приложением допиливать какой-то функционал, если вам нужно. И что было придумано? Да, мы можем переиспользовать сайты, которые ранее были созданы в этом тест-суте, при этом прогоне. Мы явно знаем, что они созданы при таких же условиях, с такими же экспериментами, так как, да, мы можем использовать темплейты, как, допустим, готовые данные. Но в многих случаях нужно тестировать с конкретным экспериментом, который мы только что хотим открыть. Как сайт создастся при нем, как будут добавляться компоненты при этом. И в таких случаях мы не можем переиспользовать какой-то базовый темплейт сайта. Нам нужно создавать новый. И тут, что мы можем создать этот сайт, проверить, действительно ли были какие-то изменения в конце теста для этого сайта. Если же были, окей, ну ладно, удаляем этот сайт, заново создадим. Но если изменений никаких не было, мы этот сайт сохраняем для этого пользователя. И потом, когда этот пользователь снова запускает какой-то тест и проходит, мы сразу же открываем необходимый сайт. Это экономит как на нагрузке, так, в принципе, немножко экономит время на создание непосредственно своего сайта. Да, конечно. Да, есть. Но снова-таки тут есть такой нюанс. Я немного уточнил, что в начале, когда вот тут, нам нужно создавать сайт. На разных экспериментах мы можем получить разный опыт создания сайта. И это может повлиять на саму структуру сайта, там, документ сервис, как уже он организован под капотом. Да, мы можем откатывать, но некоторые приложения, серпати в частности, приложения, они сохраняют свои изменения через серию визии специально. Да, мы можем откатить изменения, то, что мы добавили кнопочку, но это уже будет, первое, это будет не тот сайт иногда. То есть он будет создан не с тем экспериментом. Хоть и визуально, конечно, он будет выглядеть так же. Но плюс откатка стоит по времени дороже, чем создание нового сайта. И намного быстрее, допустим, будет либо же использовать готовые темплейты, их проверять, либо же использовать новый сайт. Но, да, как опция это, конечно, может… Она больше используется, наверное, в конкретных тестах, где проверяется сайт-хистоли, когда можно откатить какой-то конкретной ревизии. Да, особенности платформы. Окей. Кеширование. Банально. Да. То есть всегда есть какие-то сервисы, которые могут повлиять на вашу работу. У нас это основной сервис эксперименты. Так как у нас иногда бывают какие-то моменты времени, сотник одновременных экспериментов запускается, довольно ненулевая вероятность того, что те тесты, которые вы запустите сейчас, через 20 минут, будут уже иметь другой набор экспериментов. И, соответственно, для этого, да, мы просто сохраняем наши результаты этого кэше. То есть тут все банально. Имплементация тоже довольно простая. То есть мы чаще всего спрашиваем или кэшируем только на билдах. То есть локально мы всегда хотим проверять на актуальной версии. То есть там нету необходимости закэшировать результат. Но когда билдах, когда ранятся сотни тысяч тестов, это имеет место. Окей. Игнори. Тесты. Там была хорошая идея про флеки для того, чтобы игнорить. А кто еще игнорит тесты? Что, никто не игнорит? Нет, я имею в виду не флеки, я имею в виду по багам. Да. А у вас багов нету или просто такое приложение стабильное? Ну ладно. Тоже вариант. Не повезло. Либо повезло наоборот. Ну, у нас, к сожалению, баги появляются. И, наверное, все, наверное, те, кто игнорил тесты из-за бага, знают, что периодически их надо как-то убирать. То есть и, наверное, все как-то скрипят душой, иногда забывали про это. Ну, разработчик пофиксил баг, вот ты, может, проверил, может, не проверил. Ну, бага, пофикшена, функциональность работает, тест не работает. Точнее, может, и работает, но мы об этом не знаем. И, соответственно, в таком случае мы просто в наших тестах указываем аннотацию нашего тикета и перед тем, как запустить тест, проверяем, заресолвлен этот тикет в жире либо нет. Если же он заресолвлен, соответственно, такой тест мы запускаем. Если же нет, тогда мы дальше продолжаем его успешно игнорить. То есть вроде бы просто, но тем не менее позволяет избежать дополнительных проверок, когда эти тесты падают на CI. Немного меньше нервов. Они и так, их немного. Ну, кроме того, что игнор тестов, это позволяет иногда указать, что да, этот тест может падать только на какой-то версии, да, на каком-то браузере, на каком-то варианте вашего параметрического теста. То есть вы там тестируете, допустим, какие-то ссылочки, допустим, социальные, Facebook, Google+, перестал работать. Ну да, отключили. Ну вы его заигнорили. Либо удалили. Тут уже кто как. Что хотелось бы всем этим сказать. Изменения, конечно, можно делать, но стоит понимать, что изменения, если это сложная большая система, нельзя сделать только средствами автоматизации. То есть, к примеру, запретить сохранение сайта, да, но, к сожалению, мы только бы в тестах не смогли бы. Без помощи разработчиков инфраструктуры, у нас бы ничего не вышло. Соответственно, это совместная работа, которая должна быть совместной. Что еще добавить? Да, это не полностью безопасно. Почему? Продакшн, алерты, нагрузка. Но если у вас есть система мониторинга, которая помогает вовремя сообщить об этих проблемах, когда вы можете сразу сказать, окей, я тут запустил тесты и у меня увеличилось количество ошибок где-то. Соответственно, хорошо, надо что-то посмотреть, можем ли мы эти тесты как-то учесть, не посылать запросы, BI, допустим, либо же там действительно какие-то посылаются ошибки и надо править, которые тесты непосредственно не зашли. Что еще? Всегда надо уметь проверять до того, как вы собираетесь выпустить в продакшн. Ну да, то есть, кажется очевидно, но когда один environment это могут забыть. Потому что да, пользователи протестируют. Ну да, они протестируют, а вам потом будет стыдно за то. И, конечно же, так как это прот, надо не забывать, что все пользовательские данные вы не можете использовать. То есть вам надо всегда свои данные и надо эти данные всегда подчищать. Если вы запускаете сотни, тысячи сайтов, создаете их, это дополнительная нагрузка всегда на ваш environment, на вашу инфраструктуру. При стейджинге вы просто удалите, допустим, после прохождения. Тут мы не удалим. Соответственно, надо всегда заботиться о том, чтобы ваше тестовое окружение было стабильным. И хотелось бы закончить одной цитатой, возможно, известного человека. Может кто-то его знает, может кто-то нет. Но когда-то сказал, что тестировать может не так сложно. И хорошо тестировать намного все-таки сложнее. Также и с автоматизацией. Простой фреймворк на простое приложение написать, ну это не сильно сложно. Но если у вас действительно сложное приложение, большие зависимости, большая нагрузка, это сделать не так просто, но это возможно. На этом все. Всем спасибо.